Добрый вечер! В эфире программа Телемикс Новости. В студии Екатерина Рехтина. Смотрите сегодня в выпуске. Соблюдают ли нормы в общественных местах, проверил глава округа. Природный газ, голубое топливо поступило в микрорайон Радужный. За рулем в нетрезвом виде инспекторы задержали троих, один несовершеннолетний. Новая мера наказания. Уголовное дело могут завести за блокировку пожарных лестниц. 99 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Приморье за минувшие сутки с общим числом за все время 7216. Помимо Владивостока заражения обнаружены на севере края, а также в Партизанске, Уссурийске и Михайловском районах. Летальных исходов нет. Справились с болезнью еще 114 жителей. Об этом говорили на заседании регионального штаба при губернаторе. Министр здравоохранения края Анастасия Хученко сообщила, что ситуация стабильно тяжелая. Наибольший удар коронавирусная инфекция наносит мужчинам. В целом лечением в настоящее время проходят более полутора тысяч человек. Отметим, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, который предполагает обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Губернатор края Олег Кожемяка акцентировал внимание на том, что есть положительные сдвиги в работе административных комиссий. Подчеркнул, что сейчас единственная действенная мера – это соблюдать нормы безопасности и следить за этим. Это мы должны обязаны делать. Во имя того, чтобы мы начали 1 сентября нормальный учебный год, во имя того, чтобы наши поликлиники быстрее приступили к плановой работе, с тем, чтобы она вошла уже в категорию просто тех болезней, которые, да, будут присутствовать, будем лечить, но не будет никаких инфекционных слушаний, не будет карантинных мер в отношении муниципальных образований, каких-либо районов или территорий от теми выделены. Вот какая наша задача. Штормовое предупреждение объявлено в Приморье на 6 и 7 августа. Сильные осадки ожидаются на юге и в центральных районах края. В акваторию Японского моря выходит активный тропический циклон. Это бывший тайфун Хагупит. Атмосферный вихрь окажет влияние на погоду в регионе. 6 числа сильные дожди прогнозируют на юге. Ночью 7 августа осадки сохранятся на побережье. Жители просят быть внимательными и следить за ситуацией по возможности покинуть прибрежные зоны отдыха. Дожди будут сопровождаться сильным ветром. Днем 7 августа по району Поворотный Золотой ожидается высота волн 2,5-3,5 метра. В открытой части моря 3-4 метра. В бухтах побережья будет сильный накат. На большинстве рек Приморья вероятно формирование локальных дождевых паводков. Высотой подъема уровня воды на 40-90 сантиметров. На реках юго-восточных и восточных районов Приморья возможны резкие подъемы воды до 1,5 метров с подтоплением пониженных участков местности от переполнения малых водотоков и интенсивного ливневого стока. Следите за обновлениями в прогнозах погоды. Подготовиться и мобилизовать силы для прохождения и ликвидации последствий сильных дождей призвал губернатор края организовать работу Олег Кожемяка поручил главам муниципалитетов. Должны быть созданы группы МЧС и пожарных для быстрого реагирования на ситуацию. Например, чтобы убрать поваленные деревья, восстановить сорванные крыши. Также необходимо обеспечить готовую технику для обслуживания дорог и мостов. Энергетикам поручил следить за состоянием линий и подготовить аварийные бригады. Уважаемые главы муниципальных образований МЧС, подготовьте силы и средства. На завтрашний день спокойно, нормально к докладу, которые будут задействованы. Это ориентировочно. В четверг у вас, значит, стоять на резерве для ликвидации последствий тайфуна, который пройдет по территории Приморья. Ярмарки и рынки проверил глава округа. Маски, социальная дистанция, дезинфицирующие средства в общем доступе. Все предприятия торговли и общественного питания должны неукоснительно соблюдать правила, которые разработал Роспотребнадзор. Как выполняются требования? Вместе с Евгением Коржом в рейде побывала наша съемочная группа. Неукоснительная норма. Предприятия торговли должны подчиняться общему требованию для всех. Маски, перчатки, соблюдение социальной дистанции и дезинфицирующие средства в общем доступе. Реалии сегодняшней жизни. Из-за пандемии коронавируса работать в отсутствии всего этого запрещено. Как на местах соблюдаются требования, городоначальник проверил лично. Везде социальная дистанция между прямой полтора метра. Как вы сейчас в залах сидите? Сиди через сиденье, не сиди. Через сиденье. Так же у тебя должно везде быть. Это мы сейчас заставили делать все рынки. Первое нарушение выявлено. Двигаемся дальше. Преимущественно сотрудники в масках и перчатках. После каждого прилавка средства для обработки рук. До совершенства здесь не хватает только более жесткого контроля с соблюдением дистанции между соседними лотками. Руководство рынка комиссия делает замечания и двигается дальше. У нас организована работа административных комиссий. Из состава администрации сформированы группы, которые каждый день выходят на мониторинг и проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Те, которые предъявляются к магазинам розничной торговли продовольственных и непродовольственных товаров, к общепиту, поскольку он у нас сейчас открыт, к сфере услуг. А это территория на Пролетарской. Мини-рынок – место сбора покупателей со всех соседних домов. Поблизости нет других продуктовых магазинов. А потому именно здесь должны соблюдаться все требования. На деле же можно говорить о халатности. Администратора на месте нет. Покупатели, а порой и сами продавцы без средств индивидуальной защиты. Часто именно покупатели игнорируют требования. Здесь должны работать администраторы торговых точек и охрана. Как говорится, нет маски – нет покупки. Такими всеобщими усилиями удастся побороть заразу, считают власти региона. На рынках более-менее продавцы все маски. Есть небольшой процент покупателей без масок. Но руководителям мы сказали, что больше предупреждений не будет. Еще раз увидим, что какой-то покупатель будет без масок или продавец. Мы будем просто приостанавливать действия. От трех до недели, когда еще раз до трех месяцев. Просто будем приостанавливать действия. Попутно городоначальник обращает внимание и на другие проблемы. Общая для города одна – бесконтрольная парковка машин. Отныне такого не будет. Наглядный пример – торговый комплекс «Антарис», где выезд парковки создает аварийные ситуации. В планах этот карман закрыть, как и другие зоны вдоль проезжих частей. Думайте вместе с руководителем, где им предоставить, где мы будем делать парковку, что может парковка отдать под их цену. Но это надо уже делать. Месяца два, и мы это начнем уже в облачении. В планах администрации округа создать 15 муниципальных парковок, которые будут бесплатными для автомобилистов. Так, руководство намерено разгрузить улицы. Припаркованный транспорт там, где нельзя, будут эвакуировать. Для этих целей уже приобрели три спецмашины. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс. Поправки в закон об ОСАГО. Прибавка к пенсии для тех, кто продолжает работать. Изменения в Трудовом кодексе. С августа в России вступают в силу ряд новых законов. Подробности далее. С 24 августа вступают в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании будут назначать тариф по полюсу автогражданской ответственности персонально каждому водителю. Сегодня страховщики назначают тариф для региона в целом. Неважно, как вводит тот или иной автовладелец. Если регион убыточный, то получает повышенную цену на поле СОСАГО. Новый законопроект изменит ситуацию. Страховщики будут учитывать дополнительные нюансы, в том числе количество грубых нарушений ПДД тем или иным водителям. Кроме того, такие факторы они смогут установить самостоятельно. Это может быть цвет, марка машины, пробег и даже семейное положение автовладельца. Одновременно с законом вступит в силу указания Центробанка, в соответствии с которым тарифный коридор, который устанавливает стоимость полюса, будет расширен. Также уточняются значения коэффициентов, в том числе по возрасту и стажу. Для опытных водителей старше 59 лет страховка подешевеет. С начала августа пенсионеры, которые продолжают работать, получат прибавку. Максимальная сумма 279 рублей. Обращаться в пенсионный фонд необходимости нет. Выплату скорректируют автоматически. По статистике в России по выходу на пенсию продолжает работать около 15 миллионов человек. Также автоматически россиянам с начала августа пересчитают размер накопительных пенсий. По результатам инвестирования в 2019 году выплаты будут увеличены на 9,13%. Повышение ждет и участников программы софинансирования пенсионных накоплений на 7,99%. С 13 августа каждому сотруднику организации, которые были ликвидированы, бывший работодатель обязан выплачивать среднюю зарплату в течение трех месяцев после прекращения труда. В этот период человек не будет получать пособия по безработице. Но затем, если не сможет найти новое место и получит соответствующий статус, ему начислят материальное обеспечение. Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. Вскоре вы увидите. Природный газ. Голубое топливо поступило в микрорайон Радужный. За рулем в нетрезвом виде инспекторы задержали троих, один несовершеннолетний. Новая мера наказания. Уголовное дело могут завести за блокировку пожарных лестниц. Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости. Продолжаем. Изменились требования прибытия в Россию воздушным транспортом. Новые правила распространяются как на вывозные рейсы, так и на регулярные. Главное новшество – справка об отсутствии коронавируса. Документ должен быть выдан не более чем за три дня до прилета. Это касается иностранных граждан. Новые правила не распространяются на тех, кто прибыл на работу. Такая категория должна соблюдать 14-дневный карантин. Пассажиры вывозных рейсов в обсерваторы помещаться не будут. Жители России обязаны соблюдать несколько иной порядок. В течение трех дней должны пройти обследование ПЦР-диагностикой на коронавирус. Природный газ поступил в дома уссурийцев. Первыми пользователями голубого топлива стали жители микрорайона Радужного. Успешность запуска системы газоснабжения в дома прибыли посмотреть. Представители правительства Приморского края на месте побывала и наша съемочная группа. Мы впервые в истории Приморского края газифицируем жилой микрорайон. Такого не было у нас в нашей истории нашего субъекта. И так как это первые шаги, мы должны действительно максимально показать это потом для примера. Первопроходцем в газификации Приморья стал микрорайон Уссурийска Радужный. Природное топливо уже поступает в более чем 350 квартир. Дешевым отоплением обеспечили полторы тысячи жителей. Я думала, что газ еще долго придется ждать, как они поработают. И еще потом, спустя какое-то время будет. Но его в этот же день только ушли рабочие. Мы проверили сразу, ну при них даже, проверили. И сразу и батареи стали теплые, и вода горячая пошла. И вообще, короче, я была очень довольна этим всем, что это так быстро. Природное топливо распределяется по жилым домам с газорегуляторного блочного пункта, который расположен на въезде в район. Общая протяженность сетей километр 200 метров. Мощность магистрали 19 тысяч кубометров в час. Этого хватит, чтобы обеспечить 75 тысяч квадратных метров жилья. Благодаря газификации расходы на коммунальные услуги существенно сократятся. Если до этого была цена на газ в зимнее время порядка 44 рублей, то сейчас 6 рублей 20 копеек. То есть очень хорошо отразится, то есть будет однозначная экономия. До природного газа будет уходить несколько больше, но с учетом такой большой разницы в цены, будет отлично. Следующий на очереди к подключению газа детский сад, строительство которого планируют закончить в ноябре. Кроме того, мощности магистрали хватит, чтобы обеспечить голубым топливом территорию парка отдыха, агропарка, бизнес-зоны и объектов инфраструктуры. А в перспективе третью, четвертую и пятую очереди застройки микрорайона Радужного. Марина Роман, Игорь Антонов, Телемикс. Практически 500 водителей с начала года привлекли к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде. Сотрудники госавтоинспекции выходят в рейды по таким горе рулевым два раза в месяц. Патрулирование, которое прошло накануне, отличилось задержаниями мопедистов без прав и после горячительного. Пьяные на мопедах в Уссурийске. В рейде госавтоинспекции за несколько часов было остановлено три нетрезвых водителя, которые управляли этим видом транспорта. Один из рулевых еще не достиг совершеннолетнего возраста. Все нарушители не имели водительских прав и отказались от прохождения медосвидетельствования. Теперь вердикт безответственным мопедистам вынесет мировой суд. В случае отказа водителя от прохождения медицинского свидетельствования на месте сотрудник госавтоинспекции в присутствии двух понятых отстраняет водителя от права управления. Далее составляется протокол об администрированном правонарушении, а транспортное средство ставится на стоянку время задержания транспортных средств. Далее администрированный материал передается в мировой суд для принятия процессуального решения. В случае отказа от медицинского освидетельствования на алкогольное или наркотическое опьянение нарушителя ждет штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления от полутора до двух лет. ДТП с участием нетрезвых водителей в округе растет. Если в прошлом году было 58 случаев, то в 2020 за аналогичный период 64. По рейдовым мероприятиям у нас проводится приблизительно два раза в месяц. Два раза в месяц мы стараемся провести. Ну и своими же силами мы также дополнительные наряды выделяем, то есть на выходные дни, потому что люди пытаются, естественно, на выходной день расслабиться. Кто-то едет на транспорте, усугубил, пытается ехать. То есть вот такие моменты есть. К сожалению, они у нас есть, но мы стараемся их пресекать. С начала текущего года за езду в пьяном виде привлечено к ответственности 65 водителей по статье Уголовного кодекса по административной 413. Марина Роман, Алексей Шаповалов, Телемикс. Еще одна новая мера наказания может появиться в России. Коснется тех граждан, кто самовольно блокирует выход на пожарную лестницу. В данный момент за это нарушение предусмотрена только административная ответственность. В связи с этим глава общественного движения за безопасность обратился к начальнику МВД России с предложением ввести уголовную ответственность за блокировку выходов на пожарную лестницу. Для этого необходимо дополнить статью самоуправства Уголовного кодекса Российской Федерации новым составом преступления. С юридической точки зрения более суровое наказание нарушитель сможет понести в случае, если его действия повлекли за собой вред здоровью другого человека или гибель. Личный кабинет на сайте налоговой инспекции в условиях пандемии стал скорее необходимостью, чем полезным приложением. Как удаленно зарегистрироваться и какие возможности дает наличие такого профиля, узнаем из рубрики «Телеконсультант». Из-за невозможности прийти в налоговую инспекцию решила завести личный кабинет. Подскажите, как в условиях пандемии это можно сделать? Преимущества личного кабинета очевидны. Во-первых, посещение инспекции во многих случаях необходимо. Это узнать и о своей задолженности, и проверить льготы по имущественным налогам, и сверить объекты налогобожения. Поэтому при наличии личного кабинета можно обратиться в налоговую инспекцию, не посещая ее. Преимущество данного сервиса в том, что не нужно никуда ехать, тратить время на очередь в налоговых инспекциях и банках. Оплатить все имущественные налоги, задолженности и пошлины можно по интернету, без посещения банка или почты. Можно видеть актуальную информацию обо всех принадлежащих налогоплательщику на праве собственности, объектах недвижимости и транспортных средствах. Также на любой письменный вопрос будет дан ответ прямо в личный кабинет. При этом вся переписка сохраняется. Кроме того, гарантирована безопасность налоговых сведений, так как даже в Федеральной налоговой службе мы не знаем и не имеем пароль от личного кабинета. Налоговая инспекция обращается ко всем налогоплательщикам, кто еще не подключился к личному кабинету. Обратитесь в любую налоговую инспекцию и вас сразу же подключат к личному кабинету. Не уходите из инспекции без первичного пароля в доступа в личный кабинет. И не забывайте им пользоваться. Ведь в настоящее время на сайте ФНС России размечены информационные материалы, освещающие основы, наиболее актуальные для налогоплательщиков и проблемы. В настоящее время в связи с ПДМИ вы можете, не обращаясь в налоговую инспекцию, сначала на сайте налог.ру, скачать заявление, заполнить его, указать обязательно вашу электронную почту, нам либо по почте отправить, либо в бокс, который около инспекции стоит. А мы вам в течение 30 дней на электронную почту пришлем ваш первичный логин и пароль. На этом пока все. В студии работала Екатерина Регтина. Сюжеты также смотрите на нашем сайте телемикс.тв и в профиле сети Инстаграм. До встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова